Значит, друзья, мы сейчас переходим к блоку следующими, когда у нас есть несколько выступлений от наших партнеров, и они делятся уникальным опытом, через который они прошли, и уникальными выводами. На самом деле эти выводы, ну, очень ценные. Мы когда программу готовили, это суперважные вещи, на которых мы хотели бы поставить особенный акцент. Я приглашу первого спикера, Кирилла Новикова. Кирилл, прошу. После одной из партнерских конференций коллеги сели у себя на стратегическую сессию, мы назовем его страшным словом таким, и начали думать, как же им увеличить свой доход в 10 раз, или, наоборот, в 10 раз. Из этого получилось решение, про которое Кирилл сегодня будет рассказывать. Наверное. Частично, да. Значит, у нас появляется волшебный кликер. Ты пока начинай. Я сейчас начну попробовать силой мысли. Кликер мы организуем. Перепрещать слайды. Прошу, друзья. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Кирилл, я основатель компании Кодекс. И сегодня я хочу рассказать вам о такой замечательной вещи, которую мы для себя открыли. 4 года назад, как бизнес-экспертиза. И попробую рассказать вам о том, как она помогла нам развить нашу компанию резко. Я напоминаю, что сегодня все вопросы, которые у вас возникнут, можно будет задать через приложение. Сказали, что надо делать так. Говорить это перед каждым докладом. Я надеюсь, что вопросы у вас будут. Но для начала хочу задать один вопрос вам. Вот по поводу вопроса со сцены. Ограничений не было. Кто вообще слушал второго спикера сегодня, бизнес-тренера из Перми? Руки. Отлично. Значит, вас, как и меня, научили сегодня поднимать правильно руку. Это, мне кажется, одно из знаний, которые я унесу с этой конференции. Тогда второй вопрос. Правильно поднимите руку те, кто слышал о компании Кодекс. Это неплохо. Мы знаменитые. Хотя здесь на самом деле половина наших сотрудников сидит в зале. Это ничего удивительного. Для тех, кто ничего о нас не слышал или слышал, но мало расскажу, что мы занимаемся веб-зработкой. Мы на рынке с 2008 года. На сегодняшний день у нас более 350 активных клиентов, то есть тех, которые постоянно платят нам деньги. Более 70 сотрудников в штате. И более 100 миллионов рублей годовой оборот. Наши главные экспертизы, то есть те области, в которых мы сильны, как мы их называем, это тачки и шмотки. Автобизнес и фэшн-ритейл. В автобизнесе мы лидер по количеству клиентов и согласно различным рейтингам. На сегодняшний день работаем с девятью различными автобрендами, автопроизводителями и сотнями их дилеров. И сейчас попытаюсь рассказать вам, как мы этого достигли, как мы к этому пришли. Надеюсь, это будет для вас полезным. Итак, первые четыре года мы развивались как классическая веб-студия. И проблемы у нас тоже были достаточно типичные. То есть, что такое типичная веб-студия и кем мы были тогда? Мы брались за все проекты, делали все подряд. Работали на портфолио, портфолио работало на нас. У нас приходило еще больше клиентов, мы делали больше проектов, под них нанимали больше людей. Наняли больше людей, коммуникации усложнились, проекты стали растягиваться, загрузка стала неравномерной, дебиторка возросла. Даже по ощущениям становилось понятно, что рост наш замедляется. И тогда, в 2012 году мы впервые сели, может быть это удивительно, но мы впервые тогда сели и посмотрели на цифры, на динамику наших оборотов. Вот вам скелет в шкафу, наша реальная динамика оборотов в процентах за первые 4 года существования. Мы увидели там то, что искали, действительно рост замедлился. И начали думать, в чем же проблема. Самое, что нас раздражало в нашей всей работе, то, что наш опыт не капитализируется. То есть нам никак не удавалось переносить наработки из одного проекта в другой. Никак не удавалось сохранить этот опыт и монетизировать его в следующих компаниях. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого нет с этим проблем. Надеялся, что хотя бы один человек поднимет руку, чтобы потом спросить, как он этого достиг. Так вот, как выглядела наша жизнь в те годы? Пожалуйста, кто переключает слайды? Делали проект мы примерно следующим образом. То есть приходит крупный клиент с пачкой денег, говорит, что ему нужно сделать. Мы считаем ему вот такую смету в часах, выставляем ему деньги, делаем этот проект. Красная маленькая кнопка. О, вау, все понятно. Работает сама по себе, чудеса какие-то. Так вот, делаем этот проект долго, вкладываем в него всю душу. В конце получаем деньги, выплачиваем зарплаты, платим аренду, интернет, кофе, печеньки. И остается прибыль, мы ее делим, прибыль проедаем, празднуем. Приходит 1 января, мы выходим на работу и делаем все сначала. То есть после проекта в компании ничего не остается, ну, разве что очередной клиент в портфолио, очередная икона, как мы ее называем в иконостасе, которая принесет нам завтра точно такого же клиента, и мы начнем все сначала. Мы прозвали это подход, украл, выпил в тюрьму. Начали думать, в чем же проблема, и определили для себя тогда, что заказная разработка, по сути, есть продажа навыков, физических умений разрабатывать сайты, то есть рисовать дизайн красивый, программировать, продажа их на вес, то есть по часам. И ценность для клиента, наша ценность для клиента, которая к нам приходит, заключается в том, что мы умеем что-то делать руками. В наличии умений. Ему совершенно не важно при этом, что мы до этого сделали. То, что мы умеем делать сайты, то, что мы умеем программировать, совершенно не значит, что мы знаем, как решить его задачу. Поэтому начинается классическая работа под диктовку. Да, вы сделали там так, но мне нужно совершенно по-другому. Даже в тех проектах, где, казалось бы, клиент пришел из той же самой ниши, что и предыдущий, и задача-то у него, в общем-то, похожая, все равно начиналась работа под диктовку, потому что каждый заказчик видит решение своих, в принципе, типичных проблем совершенно иным образом. Как-то так получалось. Мы тогда задумались, как нам заработать больше. Желательно в 10 раз больше. Ну, мы могли, конечно, попробовать повысить ставку в 10 раз, но вряд ли бы у нас кто-то по этой ставке купил. Либо мы могли просто резко нарастить объемы, заняться активными продажами, не меняя абсолютно схему работы, нанять еще больше людей и попробовать резко вырасти. Но поскольку мы уже увидели замедление темпов роста, стало понятно, что таким путем мы будем идти очень-очень долго, и быстро мы в 10 раз больше не заработаем. Начали думать дальше. Мы-то хотели видеть свой рост примерно вот как синяя линия показана. Подумали, что надо что-то менять. И решили изменить главное, что нас больше всего раздражало. Отсутствие капитализации опыта. Если бы мы научились тогда повторно применять имеющиеся у нас наработки, продавать то, что у нас уже есть, хотя бы частично, тогда мы могли бы резко снизить издержки и, ну, собственно, расти быстрее. То есть на то же самое тратить гораздо меньше времени, делать это меньшими ресурсами и активнее продавать, не боясь при этом, что у нас пойдут все те самые проблемы, о которых я говорил ранее, то есть усложнение коммуникации и так далее. Проблемы линейного роста, как мы можем их с вами назвать. Ну, стал вопрос, а как это продавать? Почему у нас кто-то должен прийти и купить что-то готовое? Ведь раньше-то этого сделать не удавалось. Как убедить клиента? И мы поняли, надо всего лишь стать экспертами. Я имею в виду не экспертами разработки, не экспертами в дизайне и даже не экспертами в битрексе, а бизнес-экспертами, то есть экспертами в бизнесе клиента. Кто такой эксперт и чем он отличается от специалиста, которым мы были до того момента? Эксперт продает не руки, не умения, а мозги. Эксперт приходит к клиенту с готовым решением. Он не приходит к нему с вопросами, он не приходит к нему с брифом, как мы делали до этого. И ценность для клиента-эксперта заключается в том, что он знает боль клиента, он знает его бизнес, он знает, какие в этом бизнесе есть процессы, проблемы, и главное, он знает и умеет их решать. И самое главное, клиент эксперту доверяет, но навыкам он не доверяет. Как я уже сказал, наше умение программировать нисколечко для клиента не говорит о том, что мы его бизнес знаем и понимаем, поэтому начинается работа под диктовку. Ну, дело было за малым, осталось прокачать экспертизу. Первое, что мы сделали, мы отказались от клиентов. Ну, на самом деле, все не так страшно, как это звучит. Мы поняли, что экспертами широкого профиля мы не сможем стать. Поэтому нужно избрать для себя определенные направления, в которых мы хотим стать лучшими и по-настоящему разбираться. Мы проранжировали клиентов и оставили среди них только тех, с которыми нам действительно, во-первых, нравилось работать, тачки и шмотки, а во-вторых, в бизнесе которых мы понимали уже что-то на тот момент, имели опыт и могли что-то сказать. И начали постепенно отказываться от остальных. Следующее, мы начали проактивно залезать вглубь бизнес-процессов клиента, изучать их бизнес проактивно. То есть не в рамках какого-то проекта, который нам поручили, а в целом смотреть, как у них устроено производство, как у них устроена продажа, как у них устроена коммуникация внутри компании. Просто, ну, реально, проходить к клиенту, звонить, давайте встретимся и поговорим. Мы изучали их изнутри и находили там очень много проблем, очень много точек для улучшения, с которыми мы можем помочь им с помощью все тех же самых, знакомых нам с вами веб-технологий. С помощью того же самого Битрикса, если позволите. Так вот, и следующее открытие было в том, что на этом рынке есть много таких клиентов, у которых внутри есть точно такие же проблемы, с которыми можно прийти с теми же самыми решениями, с той же самой экспертизой. Что мы начали делать далее? Более того, я вам скажу, что веб-сайт в том понимании, как мы относились к этому раньше, то есть некое интернет-представительство, там, лендинг, интернет-магазин, это только вот витрина, конечная точка. А до этого есть много-много этапов, где нам с вами тоже есть что предложить. Далее, чтобы стать, еще больше прокачать свою экспертизу, мы начали учиться у экспертов рынка клиента, то есть ходить не только на профильные конференции по веб-разработке, а также на конференции и семинары, которые посещают наши клиенты, то есть конференции для автодилеров, конференции по e-commerce, и первыми узнавали из первых уст ту информацию о тенденциях на рынке, о проблемах, из тех же уст, из которых узнавали наши клиенты. Если нам удавалось сделать это быстрее, мы замечали тренд, то мы сами начинали приходить к клиенту и говорить, слушай, у тебя вот сейчас будет такая проблема. Слышал Сергея Рыжикова с вашего рынка на прошлой конференции? Ну так вот, мы уже придумали, как это решить. В итоге мы начали сами говорить клиентам, что им делать, как и когда. И самое главное, мы научились говорить нет. И это было, на самом деле, достаточно стрёмно. Мы-то привыкли работать в том режиме, что мы пришли, мы пытаемся сказать, что мы это уже делали, делаем там, нам говорят нет, вы сделаете это, вот как я вам рассказал только что, начинайте. Было страшно сказать нет, потому что каждый клиент трясёт перед тобой пачкой денег, вот, на, возьми, возьми деньги, сделай, как я хочу. Ты говоришь ему, нет. Как это там, не пью или как? Вот примерно так. Мы этого делать не будем так, как ты сказал, мы это сделаем, как мы себе представляем, потому что мы знаем твой бизнес, мы знаем твою задачу, и мы знаем, как её решить. И решать мы её будем по-нашему, иначе мы не можем дать тебе, прости, никаких гарантий, что мы её решим. Найдёшь человека, который даст гарантии, вперёд из песней. Что получилось в итоге? У нас усилилось повторное использование. Та цель, которую мы, в принципе, добивались. Мы уже могли из каких-то кусков ранее накопленной экспертизы и сделанных решений предлагать клиенту что-то готовое. Ну, например, в фэшн-ритейле мы совершенно чётко знали, как должен выглядеть чек-аут. И мы предлагали его готовым. Мы говорили, не надо с нами спорить, чек-аут должен выглядеть так. Либо мы с вами не работаем. Вот именно так. У автодилеров мы знали совершенно точно и могли доказать, как должна выглядеть карточка автомобиля в наличии в витрине его автомобилей. И тоже могли доказать с позиции его целей, с позиции его процессов, что она должна выглядеть именно так. Но оставалась всё-таки одна проблема. Проектный подход в целом осталось, потому что мы брали что-то готовое, и каждому следующему клиенту всё-таки в какой-то степени вот такие же задачи своим путём, но допиливали, сильно интегрировали с его процессами и сильно шли на поводу у такой штуки, как хотелки. Где-то прогибались всё-таки, где-то это было важно. Поэтому мы перешли дальше. Мы научились в определённых областях, в определённых процессах упаковывать нашу экспертизу, то есть подход «мы знаем, как надо», в готовые решения, то есть у нас это уже есть, и оно целостное, это не какой-то кусочек, это целое решение, целый продукт, который мы вам можем установить, сделать это быстро. Ну вы понимаете, для нас это минимальные издержки, мы действительно, ну по сути, копируем и делаем минимальную интеграцию, минимальную персонализацию. И стал вопрос, как же это продавать и сколько это должно стоить? Должно ли это стоить дёшево? В принципе, мы же до этого работали по часам, отгружали по часам, обосновывали свою цену, свой бюджет с метой, в которой были написаны часы, дизайн столько-то часов, столько-то денег, программирование столько-то часов и так далее. А тут скопировать три часа много денег, или немного денег, непонятно. Мы решили, что оно не должно стоить дёшево, сделали опять-таки очередной прыжок веры и решили, что готовое решение должно стоить примерно 80% от той цены, за которую клиент сможет подобное решение реализовать в средней студии на рынке. Это не так сложно было выяснить. И оно сработало. И знаете почему? Потому что для клиента ценность такого решения заключается на самом деле в том, что мы можем быстро, быстрым и проверенным способом закрыть имеющуюся у него проблему, проблему, которую он осознаёт. Ему не нужно ничего доказывать. Он знает, что у него проблема эта есть. Ты ему пришёл и показываешь, вот, ты можешь это сегодня потрогать, завтра это у тебя будет работать. Ему совершенно не важно, сколько часов мы пахали или не пахали над этим проектом. Ему нужно получить решение. В данном случае на самом деле происходит обратное. Скорость закрытия проблемы для него становится настолько важна, что многие клиенты, не все, не все сразу скажу, но многие готовы ради этого поступиться со своими хотелками. Итак, избавившись от проблемы хотелок или, как мы их называем, перламутровых пуговиц, мы перешли к следующему этапу. Мы начали прокачивать рынок. То есть интеграция для нас стала проходить с минимальными издержками. Мы могли делать это очень быстро, и мы могли не бояться продавать, потому что каждая следующая продажа не увеличивала для нас, как раньше, кратность ресурсов, которые мы должны себе в штат нанять. Мы перешли к активным продажам и резко нарастили клиентскую базу. На самом деле за последующие два года мы с нескольких десятков выросли за две сотни клиентов. Мы посмотрели на то, что у нас получилось. А получилось у нас следующее, что у нас есть пара сотен клиентов, работающих на одном и том же рынке, с одними и теми же проблемами, с одними и теми же задачами. И мы поняли, что, собственно, мы перешли к своеобразному рынку потребителей и начали совершенно по-другому продавать и, в принципе, относиться к тому, что мы делаем. Если раньше, в самом начале, клиент приходил к нам и говорил, сделай мне так, платил деньги, и мы делали, на этапе экспертизы мы сами проходили к клиенту и говорили, мы знаем твою проблему, дай денег, мы тебе ее решим, то здесь мы начали инвестировать собственные средства в разработку новых решений под проблемы, которые мы знали, потому что мы знали, что на них будет спрос. Мы научились оценивать этот спрос. И дальше продавать это решение на нашу базу в пару сотен клиентов. При этом для каждого отдельного клиента такое решение стоило немного, но действительно немного, копеечку. А в совокупности начало давать такой бюджет, который мы никогда в жизни не продали бы ни одному клиенту, даже самому жирному, в самых своих амбициозных фантазиях, если бы мы к нему пришли и сказали, вот давай нам денег, мы сделаем. Мы начали делать сами. Таким образом мы начали проактивно развивать наши продукты, делать новые продукты. Ну и следующий этап, я считаю, самым главным, что нам удалось сделать. Нам удалось их подсадить. Мы перешли, нам удалось перейти к продаже подписки. То есть вместо того, чтобы продавать дорогую интеграцию и потом недорогую поддержку, мы размазали это на длинный период, очень резко снизили порог входа, то есть взять и начать работать с нашим решением, это, во-первых, быстро, во-вторых, это недорого. И в обмен на это клиент переходит у нас на модель LTV, то есть lifetime value, начинает платить нам постоянно небольшую копеечку, которая за длительный период превращается в очень-очень ощутимые деньги. Помимо этого, естественно, мы предоставляем ему обновление нашего продукта, все они у нас центрально подключены и получают обновления. И еще очень важный момент, который мы осознали. Это в особенности важно для крупных клиентов, для автопроизводителей в частности. Очень важно, но я уверен, что в принципе это важно в любой сфере. Очень важно создать экосистему. То есть мы собрали из тех решений, которые у нас были на тот момент, какие-то были в стадии уже продукта, которые мы могли легко копировать, какие-то были в большем смысле экспертными решениями, то есть мы знали, как это сделать. Мы посредством изучения бизнеса клиента могли теперь закрыть нашими решениями и подходами всю его бизнес-цепочку. Например, всю цепочку маркетинга и продаж. Причем в одну сторону связать их для перевода трафика, в обратную сторону еще и собрать аналитику. Когда ты приходишь к клиенту с подобным предложением, что у тебя есть не просто отдельное решение для отдельной его проблемы, а когда ты можешь закрыть всю цепочку, это становится на самом деле неоспоримым твоим преимуществом, потому что любой клиент, особенно крупный, понимает, что ну хорошо, у меня есть здесь такая-то база, я ее делал три года назад с таким-то подрядчиком, мы с ним уже не работаем, вот это мы делаем год назад, делали год назад, да, мы с ним работаем, не очень довольны, а вот это вообще там в Европе кто-то делал какое-то, как это связать, непонятно, все сложно, вроде бы хотелось, но имея экосистему, любой клиент понимает, что как минимум издержки на поддержание вот этой инфраструктуры, назовем ее там IT-инфраструктура, резко сократятся, не говоря уже о развитии, об издержках на ее развитие. Для бесценного клиента это настолько круто, это настолько бесценно, что остается только формальная процедура, тендер, по которой, будьте уверены, вас уж как-нибудь проведут, чтобы начать с вами работать. Итак, пройдя этот путь, мы увидели его следующим образом, оглянувшись назад, мы начали с классической разработки, то есть той ситуации, в которой клиент диктует нам, что надо делать и как. Мы перешли затем к экспертизе, изучая бизнес клиента, экспертиза — это диалог. Сначала диалог, в котором доминирует больше клиент, по мере того, как мы накапливаем знания о его бизнесе, мы начинаем говорить на равных. В какой-то момент мы начинаем доминировать над клиентом, потому что мы уже лучше представляем его бизнес в целом, по крайней мере, лучше того менеджера, с которым мы работаем, поскольку менеджер работает на отдельном участке, в отдельном департаменте, а мы представляем себе бизнес в целом и можем это доказать. И таким образом мы переходим уже к готовым решениям, поскольку наше мнение, в данном случае наше решение, оно оказывается более экспертным, чем то, что клиент может себе вообразить. То есть это полное доверие. Мы померили, на самом деле, на самом деле здесь вот что нужно сказать. Мы не эволюционно развивались из одной фазы в другую, а по сути каждая отпочковывалась от предыдущей. То есть в разработке мы нашли, нащупали тех клиентов и стали прокачивать экспертизу. Из экспертизы мы достали процесс, который мы можем упаковать в продукт, закрыть готовым продуктом. И в принципе, на самом деле, продолжили работать на всех трех фазах. При этом мы померили отдельно рост оборотов отдельно по этим фазам, то есть по департаментам, которые у нас работают в первом, втором и третьем сегменте. Выглядит он примерно так. Вот это разработка, это экспертиза, а это продукт. Продукт — это царь и король. Ну, логичный вопрос, почему же мы вообще не перешли к продукту и не остановились только на нем? На самом деле мы пытаемся это делать. Мы занимаемся своего рода прокачкой. То есть то, что у нас не дошло до стадии готового продукта, а находится в стадии экспертизы, мы пытаемся, набрав опыт, набрав еще больше экспертизы, создать что-то более универсальное и протолкнуть в фазу продукта. Разработку мы оставили, поскольку она, во-первых, является частью нашей экосистемы, ну, то есть заходя в крупного клиента, все-таки возникают задачи, которые могут быть новыми или которые непрофильные для нашей экспертизы. То есть мы бизнес понимаем, например, ну, как пример вам привести сейчас, очень активная тенденция, автобизнес обратил внимание на запчасти. И всем понадобились магазины запчастей. У нас есть понимание магазинов запчастей, но оно где-то сейчас, магазинов в принципе, интернет-магазинов, но оно больше в стадии разработки. Поэтому мы привлекаем тот наш департамент, который, делая первый продукт по модели разработки, дальше переводит его уже в фазу экспертизы, где мы можем ходить с другим клиентом и предлагать то, что у нас получилось. Ну и в каком-то смысле мы оставили себе ворота на вход, то есть периодически берем новые проекты из новых ниш, которые считаем перспективными, и пытаемся прокачать там его до уровня, эту нишу до уровня экспертизы. Что у нас получилось в итоге, наверное, интересно вам узнать с финансами. Я показываю вот этот голубой взмывающийся в небо график оборотов, который мы хотели увидеть. А вот вам реальные цифры последующих четырех лет нашего развития. То есть получилось примерно то же самое, то, что мы и хотели. Спасибо. Вот вам серебряная пуля от кодекс, потому что я уверен, что эту модель можно повторить практически на любом рынке. Если вы хотите пойти этим путем, то предлагаю вам следующие шаги, заодно чтобы вообщить то, о чем я сегодня вам рассказывал. Первое. Сосредоточьтесь на любимых клиентах. Второе. Начните изучать их бизнес и рынок, станьте на нем экспертами, станьте в нем лучшими. Третье. Перестаньте спрашивать клиента и начните предлагать. Четвертое. Начните работать проактивно, изучайте потребности, не ждите, пока вас спросят. Увидите проблему первым и придите с решением. Пятое. Упакуйте все это в готовые решения. И шестое. Сформируйте экосистему. Всего шесть простых пунктов. Осталось взять и повторить. И немного литературы, рекомендованной, которая поможет вам встать на этот путь, как в свое время помогла нам. Три книжки. Уверен, что многие читали. Кто читал? Кто читал все три? Отлично, значит, будет полезно. Метод тыквы Майк Микайловиц, про то, как выбрать среди своих клиентов самую перспективную тыкву и поливать только ее. От великого к хорошему Джим Коллинз, про то, про пример великих компаний, как они становились великими за счет того, что находили свое место силы. И Джим Кэмп, который научит вам говорить нет в тех ситуациях, когда вы видите, что сказав да, это не приведет к нужному результату. Всем огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, что у нас есть вопросы. Да, на самом деле у нас есть вопросы. Я, к сожалению, по времени возьму два. Два интересных. Первый вопрос про экспертизу. Когда ты нарабатываешь экспертизу, это инвестиция или каким-то образом ты монетизируешь ее? Хороший вопрос. На самом деле, естественно, монетизирую. Раньше, по крайней мере, это совершенно точно было так. Как я и сказал, берем проект в разработку, вот если мы не знаем еще, как это делать, берем проект в разработку, осмечиваем его. То есть с первым клиентом по этой проблеме мы будем работать по модели разработки. Единственное, понимая уже теперь, что это даст нам в будущем, вот эту вот кривую, взмывающуюся вверх, мы теперь готовы делать это практически по себестоимости. Иногда ниже, но полных, прямо в 100% инвестиций пока что, наверное, еще не было. Там же в экспертизу важный вопрос. Кто у тебя из команды становится экспертом внутри бизнеса какой-то отрасли? Что это за люди такие? Как определить у себя в компании таких людей в команде? Кого поставить? Очень хороший вопрос. На самом деле все. Идея в том, что то, что я показывал, опять-таки три фазы. И вот фаза экспертизы, разработки и продукта, это три разных департамента, которые, признаться, на сегодняшний день уже три разных компаний. Все в рамках вот этого департамента или компании, на самом деле все от ее директора до контент-менеджера должны быть экспертами, должны понимать в этом бизнесе. Мы ездим к дилерам все вместе, мы ездим на заводы, смотрим, как собираются машины. То есть каждый должен проникнуться этим духом. Уровень экспертности вопрос. Каждый сотрудник должен понимать круче, чем менеджер с той стороны, с которой ты общаешься? В идеале да. Но как минимум это должны делать менеджеры. Аккаунт-менеджеры и проектные менеджеры. Хорошо. Еще такой в финале троллинговый вопрос. Чем это отличается от маркетплейсовских решений? Замечательный вопрос. Давай. Знаете, как минимум от маркетплейсовских решений это отличается средним ценником. Во-вторых, потому что средний ценник на интеграцию, не будем брать, он в районе 100 тысяч рублей. В отличие от маркетплейса, где он в среднем… Разный, ну да. Ну в среднем 10, будем говорить. Во-вторых, помню момент, мы как-то думали о маркетплейсе и не выложить ли это туда, но столкнулись с такой проблемой, что маркетплейс не дает делать платную подписку. Ну, годовую, да. Ну, помесячную, платную подписку. А мы не хотим роста дебюторки, мы хотим деньги здесь и сейчас. Поэтому мы сделали своего рода свой маркетплейс. Понимаете, в чем разница? Во-вторых, на маркетплейсе все-таки решение очень широкого достаточно профиля, который пытается удовлетворить вкус разных потребителей. они не работают сами по себе без хотя бы разработчика, который возьмет и предложит. Ну, то есть в формате там возьми, сам себе поставь и попробуй, не получится. Мы же в данном случае являемся и разработчиком вот этого решения, и его интегратором. И главное, мы проецируем на это свою экспертизу. Понимаете, если мы это там выкинем в маркетплейс, оно пройдет незамеченным. В нашей истории в маркетплейсе не транслируется экспертиза. Совершенно верно. Можно выложить свое решение, и ты будешь интегратором и разработчиком, но тяжело транслировать экспертизу, если она настолько глубокая. Совершенно верно. Совершенно верно. Нужно прийти и показать, как минимум. Да. Друзья, к сожалению, мы все вопросы взять не сможем. Огромное спасибо.